Что происходит при преобразовании омега-1? Вот давайте посмотрите. Вспоминаем эту жестерку, но тем не менее, что у нас было? Собственно, это петинка. Была петинка. И вместо нее будет просто, господа, что у нас происходит при вычислении суммы Кауфмана для этого выражения. Давайте, наверное, мы быстро справимся. Потому что здесь всего одно пересечение. Здесь три пересечения, здесь тяжело. А здесь всего одно пересечение, поэтому здесь совсем быстро. Когда мы имеем дела с такой вот петинкой. Либо вот это называется А, либо вот это называется В. Отлично. Отлично. Смотрите. Когда вот так, то фактически это и есть та самая веревка. Правильно? Какое мы хотели? Отлично. А здесь что у нас? А здесь у нас тоже включается веревка. Включаем. А вверху окружность? В большинстве пересечения. То есть, если у меня есть выражение для этой самой петель, то оно равно А, потому что здесь А, умножить на выражение для веревки, плюс В, умножить на выражение для веревки, еще вот и такое же. То есть ВС. Отлично. Значит, коэффициент у меня такой. А плюс ВС. Пора вычислять. Что такое А плюс ВС? А плюс ВС. Это А минус 1. То есть, это будет А минус 1, значит, это будет С деля на выбор. Замечательно. А что такое С? Это минус А квадрат минус А в минус 2. Согласны? А там так будет. Хорошо. А квадрат деля на это А. А минус А это 0. Ребята, получается минус А в минус 3. Сумма каута не выдерживает преобразование, которое называется омега-1. Я повторяю, омега-3 выдерживает, этим все посчитаем, проверим, все будет замечательно. А вот преобразование, которое называется омега-1, не выдерживает. Правда, не так, чтобы все выдержали, а сумма каута умножается на минус а в минус 3. При этом обратите внимание, что петля у меня была вот такая. Я напоминаю, что петли на самом деле бывают разные. Петля у меня была вот такая, правда? И в таком случае умножилась на минус а в минус 3 степени. Давайте подумаем, а что будет, если петлю взять вот такую? Как вы считаете? Нет, не то же самое. Не то же самое. Давайте аккуратно посмотрим. Так как я покажу, что для такой петли у меня вот это, правда? Замечательно. Для такой петли как все будет устроено? Ну, опять же, главное не хитро. Значит, я должен в одном случае написать это наше а. Так, сейчас идет а. Мы идем отсюда, поэтому а это будет вот здесь. Так, и, соответственно, на б будет вот так, да? Замечательно. Замечательно. Так, здесь у меня будет коэффициент ас, а здесь у меня будет коэффициент просто b. Отлично. Значит, ас плюс b. Давайте соображаем, что это такое. а умножить на –а в квадрате, минус а в минус второй, еще плюс одна ада. Так, а… это будет минус а. Это будет минус а. Смотрите, здесь было минус а в минус третьей, а здесь это минус а. Потому что это а умножить на минус а в минус второй и умничтожиться с одной ада. Таким образом, при одной петле у вас происходит умножение на минус а в минус третье, а для другой петли у вас происходит умножение на минус а в куб.